В рамках областной программы 2016 года у нас были выполнены работы по капитальному ремонту металлотехнических сооружений, то есть это дамбы, которые защищают именно население от подтопления, затопления. То есть мы выполнили капитальный ремонт сооружений в Галышмановском, Амугинском районе, были восстановлены плотины, две плотины в Ишимском районе, разработана у нас полученная экспертиза на дамбу в селе Сецкое, мы будем проводить капитальный ремонт дамбы в селе Сецкое, потому что там тоже дамба защищает достаточно большое количество населения. Ведется у нас сейчас проектирование, то есть в этом году, наверное, мы закончим проектирование противопаводковой дамбы в селе Уват, потому что село Уват у нас тоже такой район, который разделен рекой на две половины, да, и, соответственно, как бы там этот паром, который ходит, этот ледник, который у нас как бы существует на реке, и, соответственно, нам город приходится защищать даже не с двух сторон, а с четырех, поэтому на капремонт противопаводковых дамб у нас были заложены деньги, и мы выполнили проектирование, и думаю, что в 2017 году будет это реализовано. То есть мы выполнили проектирование трех дамб, я думаю, что в конце года будет подано на экспертизу, это в городе Ишиме, то есть потому что когда мы рисовали схему города Ишима, вот сейчас для того, чтобы все-таки не повторилась ситуация, она 16-го года, 17-го, то есть мы поняли, что у нас там есть три дамбы, которые находятся там около водоканала, там со стороны канализационных очистных сооружений, да, которые как бы именно защищают, чтобы у нас от канализационных очистных сооружений, не дай бог, ничего не попало во время паводка в реку Ишим, то есть это у нас там есть еще три участка дамб, которые около завода, там Ишимского машиностроительного завода, то есть там дамба, которая раньше выполняла роль, то есть защищала завод, но сейчас мы понимаем, что у нас там достаточно большое количество населения, которое тоже может быть подвергнуто паводкому затоплению, и то есть вот эти вот три дамбы, мы уже закончили их проектирование, и для того, чтобы до наступления паводка, то есть в марте месяца, начать их капитальный ремонт.